коллеги я вас приветствую сегодня у нас 6 часть практического занятия для разработчиков как бы начального уровня хотя уж уровень далеко не начальный я сразу предупреждал что мы пойдем от самого простого к небольшим сложностям и сегодня будем делать систему плагинов которыми будут у нас являться операции для нашего калькулятора давайте немножко поподробнее расскажу про это первое что мы будем делать ну сделаем небольшой рефакторинг чтобы наш dependency контейнер в другом месте заполнялся и не мешал нашей программе работать дальше мы создадим немножко другой процесс вычисления мы избавимся от калькулятора который в общем-то провайдером был и сделать единственное что он расчет он брал два числа и делки операции которые мы выбирали теперь мы сделаем ну в общем диаметрально противоположно развернем процесс вычисления и я думаю что это будет интересный вариант опять же я повторюсь что это надуманная история только для примера того как это можно реализовать ну и никоим образом я не говорю что это идеал реализации калькулятора дальше мы создадим отдельный новый к проект в который вынесем наши контракты для того чтобы наши плагины могли к ним подключаться то есть использовать эти самые контракты и потом каждое из действий каждой операции вычисления мы вынесем в отдельный проект создадим папку плагины мы не будем иметь прямых ссылок на проект мы будем складывать в папку когда лелька после этого собственно говоря у нас останется только что зарегистрировать эти самые плагины в dependency injection контейнере и которые в общем то будет брать из из папки плагин вот эти собственно операции которые мы можем потом добавлять ну в неимоверном количестве какие операции бывают у нас есть сложением вычитание умножение деления мы добавим например разведение в степень например почему нет и и наверное все и на этом будем заканчивать серии если опять же не появится интересный комментарий все я переключаюсь вижу студии вам напоминаю что лучше конечно подписаться на канал поставить колокольчик чтобы не пропустить новое видео ну и нам всем будет счастье переключаемся и так давайте для начала почистим проект не понимаю как так получилось что я этого не сделал раньше то наверное спешил давайте поменяем версию это у нас уже шестое видео нажмем сохранить и теперь сделаем следующее я скопирует эти строчки control c а теперь вот это вот все удалю а вот это вот скажу сделать так депенденции депенденции какой-нибудь кон контейнер пусть будет статичный мы возьмем статичный get контейнер как-то вот так он тайнер вот такой вот метод и теперь мне осталось этот файл создать перепрыгнуть в него ой файл пусть будет здесь да это будет класс пусть будет статик давайте его сразу выкинем в отдельный файл вот он появился и теперь его откроем и здесь напишем интернал ай сервис провайдер get контейнер контейнер и это же будет метод который мы сейчас control вставим то что я забрал и вместо определения инстанса вы скажем риатурн и теперь у нас получается что вся вот эта мелочь и да чуть не сказал матершинное слово который нам мешали на странице но смысле на в программ cs они теперь улетели в другой файл и нам здесь принципе не нужны размер кода сохранить просто для рефактора не больше не меньше чтоб собственно говоря все влезало по максимуму в экран и так у нас есть контейнер мы получаем все работает давайте еще раз проверим что мы ничего не сломали отлично вводим какое-нибудь число давайте выберем операцию все отлично работает так следующим этапом мы будем делать давайте для начала расскажу что собственно говоря я имею ввиду когда говорил про operation такс ну для начала наверно нужно объяснить что такое operation а потом его создавать чтобы говорить более понятно я сделаю очень такую высокую абстракцию скажу следующее я сейчас хочу не давайте сначала начнем с того что у нас есть у нас есть консольное приложение которое заставляет пользователя вести одно число потом второе число потом выбрать операцию а потом выполнить эту операцию в другом в общем-то модуле у нас каждая часть имеет свой модуль который мы распилили я считаю что это не совсем эффективно ну на самом деле давайте как будто бы нам сказали что это неэффективно заказчик злой в очередной раз пришел сказал что мне нужна модульная система и вот как раз сейчас эту модульную систему я буду реализовывать что я имею ввиду мой калькулятор основной проект будет являться некой оболочкой в которой можно будет положить или как-то там скомпилировать или из других проектов или из этого же проекта какие-то модули которым будет считать операциями который будет выводить в списке доступных и которые собственно говоря он может запустить на выполнение внутри которых будет как раз выполняться операция ту которую я выберу что для этого нужно нужно сделать небольшой рефакторинг и возможно сейчас я буду делать что-то не совсем понятное но в итоге я вот надеюсь это получить поэтому давайте приступим для начала давайте создадим какую-нибудь наверно папку пусть будет operations так давайте правильно напишем operations это будет папка и и все пока и еще давайте сделаем какой-нибудь ай-оперейшн интерфейс абстракция то есть я начинаю теперь от абстракции они вывожу их в обратном направлении и здесь я буду точно и четко определять что я хочу получить в оболочке которая будет в собственно говоря реализовку искать эти оперейшены и выводить пользователю доступные эти оперейшены и делать операции в этих то есть выполнять эти операции то есть для начала мне нужно что мне нужно ну допустим мне нужно какой-нибудь стринговое значение которое скажешь что это такое ней что это за операция например там эдишен или мультипликейшен или там еще какой-то там не за деление умножения неважно также мне потребуется еще одно свойство которые ну давайте вот так сделаем стринг да если говорить про консольное приложение то я могу ввести один символ он будет обозначать что я собственно гребли делать поэтому я здесь сделаю short name то есть здесь у меня будет какой-нибудь символ да я убираю сеттер потому что это интерфейс и мне не нужно будет их менять их просто буду получать из другой сборки так ну да к зачем я пишу паблик непонятно потому что в интерфейсах она все по умолчанию паблик и как бы по-другому никак description это то что будет читать пользователь когда будет видеть список всех операций которые ему доступны ну и собственно мне нужна сама операция наверно она будет возвращать флот называться будет экзем кьют оперейшн наверное давайте просто сделаем экзекьют и на вход она будет получать флот ну я делаю такую простенькую реализацию поэтому меня она всегда будет флот потому что принципе любое число можно привести к флот и соответственно флот 1 и ups и флот 2 вот вот такой вот небольшой простой интерфейс который говорит что у меня оболочка может искать вот эти оперейшн пока еще никто ничего не ищет мы это будем реализовывать итак для начала мне этот оперейшн нужно реализовать ну я конечно сделал глупость я только что создал и решил его удалить давайте создадим класс наследник и пусть это будет дишон оперейшн то есть операция как раз сложение я на примере одной покажу там дальше может быть видео перемотаю что было попроще верней папа меньше занимать ваше время и так у меня требуется реализация первая name это у меня будет ну как вы понимаете дишина дишин дишин то есть это операция сложения short name ну для меня это очевидно это будет плюс то есть это как раз тот параметр который могу использовать консольном приложении а здесь давайте напишем ну это ту нам бар какой-нибудь давайте еще допишем слова оперейшен просто муж операции делаем так и таким образом у меня получилась реализация которая является вот тем самым операцией до которая все внутри себя будет работать что она должна сделать она должна взять и вернуть значение number 1 плюс number 2 ну вот visual studio мне подсказала собственно говоря и это у меня будет отдельный оперейшен я вынесу в отдельный файл файл помещу список давайте пока не давайте пусть лежит здесь вот и теперь мне поменялся нам space я вот уже сразу поменяю в общем настоятельно рекомендую делать то же самое потому что нам space имеет значение и на самом деле очень важно особенно при работе с разными проектами и так ну теоретически я должен проделать то же самое с остальными операциями который может использовать мой калькулятор и я наверное давайте нажму паузу и сделаю потом покажу чтобы сэкономить опять же ваше время я создал как раз четыре файла которые каждый собой представляет отдельную операцию то есть у нас теперь операция деления как вы понимаете мы делаем проверку на 0 возвращаем 0 ну я не делал синтаксический проверку то есть я не делал проверку и валидацию на деление на 0 потому что мы возвращаем один интерфейс это упрощенный вариант тут естественно нужно было бы проделать более сложную операцию возвращать более комплексный тип но я этого делать не буду для того чтобы приложение все-таки осталось простым также есть у меня умножение операции есть у меня операция вычитания вот они все четыре операции теперь осталось моему калькулятору сказать что у меня теперь есть какие-то операции которые помечены одним опера одним интерфейсом одной абстракцией и operation и соответственно мне нужно каким-то образом зарегистрировать мои операции в моем приложении чтобы можно было операции потом эти выдернуть и в нужном моменте собственно говоря показать что я буду делать но на самом деле все очень просто давайте откроем dependency контейнер и зарегистрируем наши операции которые будем получать в в input провайдере в общем сейчас все покажу так давайте я здесь напишу такое волшебное слово registration operation да вот так вот как то здесь напишу services этот transient я буду получать каждый раз новую версию мне в общем то хотя с другой стороны нет мне нужно у меня операция они не содержат никакого состояния поэтому я буду получать ай оперейшн вот так вот и запятая напишу и дешевну оперейшн вот и дешевну оперейшн и собственно играю я поэтому как транзиент зарегистрирую все 4 чтобы так мультиплеер мультипликейшн оперейшн так что-то лишнее компьютер совсем не хочет работать пишется видео поэтому прошу прощения за то что он тормозит суп тракт оперейшн и соответственно мне еще нужно division оперейшн вот я все четыре операции зарегистрировал и шок собственно теперь нужно в этом нашем где он input оператор провайдер получить эти операции сформировать вот этот вот запись давайте я бряк point беру отсюда и для начала что нужно сделать нужно получить сюда список всех зарегистрированных в депенденте контейнера оперейшн ах это делается очень просто ай и номера балл потому что это вводит список и номера был вот таким вот образом я выберу ай оперейшн и это будут оперейшн ну как то вот так вот теперь я создам свойства и теперь вот эти вот операции я могу обработать здесь что показать пользователю собственно говоря сообщение о том чтобы он выбрал и для начала мне нужно обязательно проверить что есть ли мне вообще никаких операций не пришло то есть вообще ничто не зарегистрировано нигде то я тогда должен сказать пользователю во первых я здесь должен вернуть тогда ай оперейшн не 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 а пирэйшн я у сделал ну да был то есть если ничего не зарегистрировано и я скажу веритурн ну или yield мне здесь yield не потребуется я скажу вар месседжес это будет выборка из как раз вот этих самых оперейшнов здесь я скажу хочу select и мне здесь нужно получить только давайте сделаем строкой чтобы она выводила и это будет вот так вот x . что там даже можно поставить такие квадратные скобки чтобы действия которое можно выполнить было в квадратных скобках выделены здесь мне нужно написать x . что там name ну то есть само название поставить точку а дальше написать еще x description сейчас покажу как это будет выглядеть давайте тоже понять не будем точку ставить теперь у меня есть все сообщения ой так теперь я хочу снова использовать output сервис сказать print и скажу select operation двоеточа в этом сообщении давайте я все месседжи склею в одну строчку и в каждую строчку вынесу на ну на новую что я хотел сказать я хотел сказать string . join ну вот так вот как-то я хочу чтобы у меня было здесь новая строчка и склеивать я буду месседжес вот теперь мне вот это вот абсолютно не нужно вот это вот тоже мне не нужно и теперь тот оперант который ведет пользователь мне его нужно найти в списке оперейшенов и давайте сделаю сразу ритурн оперейшен фест в дефолт взять 1 или вернуть нул и там у меня есть что я буду запрашивать short name да пусть будет short name equals и что там оперейшен оперант стринг но пусть будет так то есть другими словами я теперь и список сообщения то есть сформирую при помощи вот этих операндов потому что они внутри себя содержат как раз ту информацию которую я буду показывать и при после выбора я его так и верну сейчас у меня программа поломалась конечно же это нормально это правильно так и должно быть потому что у меня здесь опирается давайте его теперь переназовем оперейшен и он не может быть но студия постепенно валится хорошо но я в недавно поставил решартер еще в такой в зачаточном состоянии на эту версию поэтому нормально что бряки в смысле экзепшены вываливается так и здесь мне нужно сделать то же самое то есть если у меня оперейшен ну в моем случае равен ну ну или по-модному если написать из ну тогда я говорю в ронг оператор и в общем досвидос а здесь я скажу вот такую штуку ну во первых смотрите сервис провайдер мне теперь вообще в принципе не нужен давайте я его сразу отсюда грохну провайдер вот он то есть так как у меня это был отдельный модуль я сейчас удалю и мне ничего не сломается но помимо того что естественно его нужно удалить из контейнера и вот это вот модульная вот эти вот сервисы разбитые на части да или простое приложение то есть но вот таким вот образом легко за рефакторилась теперь у меня другие операции я получаю операцию и и здесь пока у нас ничего нету давайте сделаем консоли в райд оперейшен я покажу то что я хотел вывести get type ну все чтобы она вывела на консоль тип давайте запустим проверим что это действительно работает нет что-то не работает а ну да где то я его все-таки еще не не до зарегистрировал вот и давайте вот эту штуку тоже уберем отсюда до отправь все в решарпер пусть решает проблему так где программа давайте запустим еще раз без дебага теоретически я все увижу и так хорошо так заведем какой-нибудь номерок еще один вот вывел список оперейшенов то есть то что я говорил каждая операция знает что на какой нужен символ как что она делает с операциями и теперь допустим я выведу ну звездочку то есть умножение нажму enter и она нашла списке операционов этот вот select вот вот этот вот нашел как раз этот оперант стринг ой и и вы вывел информацию о том какой оперейшен я нашел это все что пока мне требуется поехали дальше так и все по закрываем нам теперь нужно сделать то чтобы все-таки начало как-то считаться а это на самом деле как вы понимаете самое простое что осталось у меня есть оперейшен и у него есть метод экзекьют и я просто сделаю что сюда отправлю нам бородин сюда отправлю нам бор 2 и резал то меня уже будет известен по выполнению операции мне теперь осталось только ну в общем вот так вот у нас теперь будет calculation консоли в райт мне теперь не нужен мне теперь нужен так давайте какой-то мы там другое использовали factory output сервиса а вот тут сервис я скопирую принят и собственно говоря резалт ну наверное ту стринг да потому что он ну еще наверное чтобы он был числом давайте ну не каренс и вот fix point так две точки после запятой и в общем то как вы понимаете у меня теперь какую аберрацию не выберу у меня система будет знать что с ней делать ну пусть вот так и допустим сложение вот 68 мы вернулись к тому собственно игра с чего начинали только у нас теперь сделался небольшой рефакторинг и у нас появились модули а это на самом деле то ради чего мы в общем то есть сегодня собрались и так я напоминаю у нас есть dependency injection есть регистрация четырех модулей и теперь давайте сделаем самое интересное мы теперь вот эти модули вынесем из вот этого проекта в другие проекты теоретически это может быть даже другие solution или другие команды разработчиков могут делать конкретные там операции но я опять же сильно утрирую что addition operation может быть делать целая команда но тем не менее такая вероятность есть и для того чтобы все заработать нужно проделать следующее но во первых я хочу добавить новую папку пусть она будет solution folder я напишу operations вот так вот это во первых а во вторых мне нужно добавить проект который будет являться ну так сказать глобальным да для моих то есть мне нужно определить проект контрактов который будет добавляться в мой shell и в моей оперейшен и чтобы у меня все это заработало давайте я наверно покажу наглядно смотрите у нас есть проект который называется калькулятор ну как будто бы здесь калькулятор написано и у него есть так сказать интерфейс это который ай оперейшен а теперь у здесь у меня появились оперейшен один оперейшен 2 оперейшен 3 но их 4 да это те операции которые этот калькулятор может делать то есть они лежат внутри вот этого на и спейса внутри вот этого проекта что предполагается сделать предполагается сделать следующее я сейчас создам новый проект в котором будет интерфейс оперейшен и собственно говоря больше в нем ничего не будет но я сделаю следующее я этот сделаю вот этим проектом делаю референс то есть я ссылку на этот референс смысле на этот проект поставлю себе этот основной шел это у меня будет шел я помню думаю что вы понимаете о чем я говорю а теперь вот эти вот оперейшены которые здесь я вынесу в отдельные проекты это будет оперейшен 1 оперейшен 2 соответственно оперейшен 3 и оперейшен 4 это будут каждый свой проект и вот эту ссылку на каждый из я добавлю в каждый из проектов то есть у меня получится что ай оперейшен будет виден во всем проекте таким образом получается вот этот у меня проект вот этот вот перейдет сюда этот сюда этот сюда и я пока сделаю наверное но пока не буду ничего делать то есть у меня будут разные проекты связаны через один вот этот вот большой зеленый интерфейс которым теоретически будет лежать ну в общем-то один интерфейс в общем давайте сейчас это и сделаем так оперейшен для всех сказать проектов я уже создал то есть папку давайте создадим вообще для начала новый проект он будет называть не файл конечно же а новый проект и добавим его сюда и назовем его вот консоль application вот он консоли об я выбираю здесь пишут кого бонга что там калку лэйта но пусть это будет контракт так кажется я вас обманул зачем не консоли об мне же нужен не консоли об мне нужен ну потому что это должна быть библиотека конечно же это же должен быть класс лайбрари так прошу прощения давайте снова напишем слово колобонгом спорим я быстрее вас его напишу калку лэйта и это будет кон тракции вот это должен быть класс лайбрари то есть сборка контрактов 5 до правильно 5 я помнится уже обещал объяснял почему 5 не 6 я уже начал весь проект делать в общем неважно итак у меня появились контракты мне нужно отсюда удалить этот класс найти собственно говоря а вот этот оперейшн оперантайп мне теперь не нужен вообще в принципе я вот уже удалю оперейшн я перенесу и упс я его control x control в другой проект мне нужно поменять namespace теперь это контракты ну и наверное чтобы было правильно давайте тогда тоже изменим не просто калькулятора калькулятор shell потому что это собственно грана и вин конвеншен он должен быть правильный и соответственно раз у меня shell добавилась теперь все проекты должны сказать так мне нужно сначала добавить ссылку на проект то есть у меня нужно получиться так что вот этот shell должен иметь информацию о контрактах окей теперь эта штука должна подсветиться да она подсветилась я теперь могу добавить namespace отлично и теперь когда у меня почти все работает да я могу сделать вот так вот что у меня все файлы все классы в моем shell и получили новое название namespace такс и еще мне тут осталось немножечко нехватающих давайте сделаем здесь тоже давайте во всем solution сделаем и все ну в общем шарпер умеет это делать это хорошо и чудно я ему мешать не буду он быстренько сейчас переименуются ним space и у меня будет относительно правильная форма содержание моего solution так давайте сохраним все и и закроем все что-то еще не сохранилось ладно и теперь проверим чего где не хватает и наверняка name space of не хватает потому что я перенес вообще в другой проект так и еще видимо где-то не хватает отлично и давайте я быстренько поправлю есть такая штука называется шоткаты то есть быстрые клавиши я перехожу чисто вот между ошибками это очень удобно вот у меня собственно говоря ничего не поменялось с точки зрения интерфейса но на глубинном уровне то есть на уровне про проектов есть достаточно большие изменения итак во первых у меня появилось два проекта теперь колку это shell и контракты и shell ссылается на контракты и теперь мне нужно создать собственно говоря для каждого из этих вот оперейшенов то есть мне нужно каждый из них перенести соответственно в новый в новую сборку в новый класс library ну вот этим собственно говоря давайте и займемся давайте давайте я вам покажу один а все остальные по образу и подобию сделаю так мне нужно в салюшен добавить новый проект который должен быть класс library вот он класс library new и я их буду тоже называть по образу и подобию то есть калабонга калькулятор ну допустим addition а оперейшен и теперь я наверно удалю этот класс который мне не нужен и мне теперь нужно добавить контракты в этот новый проект я сделаю add preference project reference и выберу контракты да хочу и теперь у меня контракты есть в оперейшене и собственно говоря теперь я могу это взять edition operation и перетащить его в этот класс из этого проекта нужно собственно говоря из шелла удалить его и вот он теперь у нас здесь есть так я что-то видимо неправильно назвал я запятую поставил да ну ладно давайте все таки я переменую нет я потом переменую ну в общем я сейчас все остальные классы также присоздам и перенесу заодно этот переменую чтобы он тоже назывался правильно а потом вам покажу ну что могу сказать конечно же все сломалось потому что у меня вот эти файлы которые раньше лежали непосредственно в этой сборке в этом проекте они у меня перенеслись теперь соответственно каждый в свой файл каждый в свой проект я прошу прощения оговорился у меня четыре проекта и теоретически можно сделать таким образом взять и добавить в shell ссылку на конкретный проект ну например operation division multiplication и subtraction но я не буду этого делать потому что у меня задача другая я хочу сделать папку плагинов я прямо сейчас ее создам plugins это в общем то будет та папка куда будут скомпилированные штуки вот от этих проектов складываться но теоретически я буду делать вот таким вот образом я буду так сейчас она вот это вот и вот это вот мне можно все скомпилировать build у меня сгенерирует сборки DLL я их сейчас открою так я в дебаге значит мне их нужно открывать из дебага хотя обычно на production конфигурация дебаг не идет только релиз так где open файл ну и в общем что я сделаю я открою папку bin найду папку дебаг здесь дальше нет 5 и вот эту сборку я вот так вот ctrl-c и в плагины ctrl-v то есть я могу таким образом сделать что у меня есть допустим когда папка я могу сделать какой-то проект и результат генерации то есть мне сами исходники не нужны положить в эту папку это может быть какой-то сайт я могу выгружать сборки да или допустим какое-то windows приложение dpf приложение по сети закидывать какие-то сборки то есть получается такая плагиновая система система плагинов система расширения модуль если хотите которая позволяет более разрозненно управлять проектом то есть каждый проект может управляться там другой группа разработчиков ну как вариант так давайте я сейчас то же самое проделаю для всех остальных вот и собственно говоря можно настроить специальным образом так сказать пост-билд ивент да то есть после каждого билда будет система сама прокидывать копировать куда нужно папки в нужные папки нужные файлы то есть я имею ввиду dll-ки вот которые я сейчас копирую это немножко сложнее и в общем то в задачу для текущего видео не входит но тем не менее имейте ввиду что она в общем то нужна и так я копирую еще одну втыкаю сюда теперь еще у меня последняя осталось я думаю что это не заняло много времени вот и последнюю я копирую сборку вот subtract subtract operation вот теперь вот эти у меня могут лежать вообще в другой папке заниматься другими в общем то разработчиками и ничто мне не будет мешать мне только результат лежит здесь ну и еще мне осталось все таки исправить вот эту ситуацию и зарегистрировать регистрировать реализации и оперейшн из других сборок своем контейнере control c так я это буду делать следующим образом я воспользуюсь рефлексией так это мне тут что-то visual studio подсказки какие-то дает итак у меня есть папка plugins мне нужно для начала получить к ней доступ мне нужно проверить что она есть var plugins наверное ой plugins наверное folder мне нужно проверить что она на месте что она никуда не делась ну что вообще что она есть get directory ой подожди мне нужно get files так давайте для начала определимся где у меня лежит проект давайте сначала сделаем таким образом мне нужно что мне был pass я хочу склеить две директории combine текущую папку где выполняется проект это об domain точка current что там domain точка base директории то есть это та папка в которой будет выполняться мое приложение и теперь я еще хочу сделать папку plugins которая собственно горя лежат мои лельки и это будет путь до папки где лежат мои эти штуки которые скомпилированы теперь мы создадим давайте проверим что это папой давайте проверим что эта папка существует потому что если папки нету то искать нечего если plugins folder exist ну что она действительно существует ой я не так если директории exist который называется plugin folder вот так вот тогда мы будем делать какие-то действия но теоретически можно сказать что если не exist тогда вот так вот return и все и больше ничего не нужно здесь делать а в противном случае все то же самое только еще продолжить регистрацию тут как бы на вкус и цвет я просто всегда делаю от обратного в общем сокращаю время ну это в общем личный подход я сделаю вот так вот и все теперь дальше мне нужно сделать что мне нужно получить все файлы из этого в этой папке files соответственно directory потому что мы знаем что она есть get files и собственно мне нужно указать путь это как раз тот plugins folder так и я наверное укажу чтобы система забирала только файлы с расширением dll ну чтобы если файлы какие-то другие туда попали чтобы мне ничего не нужно было оттуда перебирать и не тратить время и ресурсы системе давайте опять же проверим если ну допустим files так files ну ёшкин кот написал если если files not any ну в смысле если вообще нет ни одного файла то теоретически мы тоже возвращаем все что набилдили и больше ничего не делаем в противном случае мы делаем следующее for each то есть в каждом файле ну надо сказать что у меня сейчас такая система то есть у меня в одном в operation например да каком-то edition operation у меня может быть много реализаций например у меня здесь лежит один одна реализация edition operation реализация интерфейса i operation я же могу в эту сборку нафигачить хреново количество ну в смысле большое количество этих реализаций edition или еще какой-нибудь или еще пачку каких-то которые могут быть ну это вот понятно что операции в edition может быть только один плюс но если говорить концептуально да про вообще систему плагинов и реализации то их там может быть много поэтому мне нужно из каждого файла взять ну в общем то все возможные реализации для этого мне нужно обратиться к assembly то есть а давайте так и напишем это будет assembly мне нужно загрузить этот файл сначала соответственно чтобы можно было с ним работать и вот у меня загружена сборка дальше мне нужно получить все типы которые в этом файле есть assembly не 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 да что такое assembly вот get exported fast то есть все публичные типы все которые доступны из этой сборки ну все публичные паблик они естественно будут у меня загружены в мой и доступны мне извне и так дальше мне нужно получить только те где есть реализация из assign to assign 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 to то есть те которые можно привести к типу ну вот так вот type of и i operation i operation вот так вот и вот эти вот все типы я хочу привести ой ну ту лист конечно то есть в этой строке в 56 мы получаем все доступные публичные штуки нет вернее классы которые реализованы и наследуются от i operation дальше мне я ну вообще их у меня может быть несколько как я сказал давайте так и напишем далее мне нужно каждой каждой реализации в каждом типе пробежаться по ним и сказать что мои сервисы должны зарегистрировать ну есть мой контейнер это транзиент да давайте так и сделаем мы используем другой тип регистрации type of то есть чего мы регистрируем i operation не 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 а operation да а конкретно реализацию как раз этот тип и будет то есть теперь получается что у меня ну вот смотрите если я сейчас этот код уберу в control kc kc вернее и запущу его то у меня после ввода числа не будет показано ни одной операции ну чтобы пользователь выбрал ее вот 27 32 и в wrong operation ничего нету в общем до свидания то есть я ничего не выбрал мне их не могу выбрать потому что мне их нет а теперь control u кей ю вернее и запустим еще раз и у меня система должна загрузить эти все операции из этих сборок я должен видеть список нет не вижу отлично значит чет все таки не так но это говорит о том что моя система не видит их там где исполняется проект мне для этого нужно сказать следующее взять мои operation и вот эту папку всю ой нет не папку каждый из этих сборок они же должны попасть то место где запускается программа соответственно я должен явно указать что все эти штуки должны всегда копируются при билде в папку где выполняется проект то есть в дебаг соответственно или в релиз давайте еще раз запустим я сейчас пока не буду бряку ставить я надеюсь что все получилось я даже скрестил пальцы ну на руках даже и ногах сейчас мы запустимся ой мне нужно 123 123 enter ну и как вы видите моя система обнаружила эту папку ну в том месте где запустился экзешник показала мне их на вид давайте нажмем деление и ровно единичка ну да то есть как вы видите все это работает причем мой проект может развиваться обособленно от самих реализации вот этих плагинов соответственно вот это я теперь могу удалить ну и как вы понимаете вот эта штука теперь у меня работает ну и для примера давайте реализуем еще один какой-нибудь проект как который еще один operation который ну например возведение в степень да опять же чисто для примера давайте создим еще один проект который будет также библиотека библиотекой библиотекой классов класс леберри и назовем его ну пусть будет колобонда calculator ну пусть будет exponential operations enter да так же будет 5 такс и теперь мне нужно сделать что мне нужно добавить сюда ссылку на контракты чтобы у меня появился в доступе как раз тот самый operations интерфейс интерфейс и теперь вот этот класс ну давайте экс экспонент show operation он будет на стене от operations реализуем интерфейс давайте я вот так вот скопирую чтобы опять же сэкономить ваше свое время ну пусть будет буквой е например да это как краткая команда здесь будет назвать название экспонент шоу здесь будет давайте тоже для краткости напишем оперейшем between to number и здесь будем делать ну смотрите у нас получается дробная часть в дробную часть возвести ну наверное не самый хороший вариант я их приведу кенту то есть к типу int и этот же int верну так var int 1 ну я не буду соответственно заводить большие числа буду для протестирования поэтому давайте конверт нет конверт int да что такое int ну пусть будет 16 чтобы было небольшое number 1 не совсем не слушается компьютер соответственно соответственно int 2 будет 2 и мне нужно выполнить операции return привести ее естественно к float и это будет математическая операция пол int 1 в смысле в степень int 2 ну и единственное что мне теперь осталось откомпилировать это все и может быть наверное переименовать файл для красоты и вот теперь компилировать теперь у меня операция готова она собственно говоря работает понятно что здесь нужно делать кучу всяких проверок и чтобы это все как бы работало но я сейчас от этого абстрагировался чтобы максимально просто все показать так нужно ее откомпилировать success теперь мне нужно открыть эту сборку соответственно в папке так debug 5 c c c логим ctrl m также нужно поставить чтобы она копировалась в папку где выполняется приложение пусть будет так теперь стоит только запустить на самом деле и в общем то я думаю что нужно заканчивать это видео может быть даже не только видео но и серию запускается наша система вводим двоечку нажимаем enter в десятой степени все же знают сколько будет правильно 1024 ну как видите в общем система работает она четко нашла то что у меня есть новый и показал его списку оперейшн в общем наверное на этом нужно заканчивать я с вами прощаюсь пишите комментарии ну и как всегда пишите правильный код